Дорогой во всех смыслах подарок второй городской школе сделали шефы учреждения, работники Белоярского управления технологического транспорта и специальной техники. В школьной рекреации теперь создана цифровая среда для профориентационной работы. В минувший понедельник здесь прошел тренинг для городских пенсионеров. Да, наши шефы со школой сотрудничают очень давно, помогают нам, поддерживают нас. И в этом учебном году за летний период они помогли нам приобрести оформление по профориентации, так называемое фиджитал-пространство, в котором мы проводим теперь мастер-классы не только для наших ребят, но и вот у нас сегодня гости – люди пожилого возраста. Школьная новинка включает в себя пять блоков. Это модули, по которым учителя могут проводить уроки. К примеру, из раздела «Атлас новых профессий» все желающие могут узнать о самых перспективных отраслях на ближайшие 15-20 лет. О том, какие новые технологии, продукты и практики управления будут развиваться. Это фиджитал-пространство для решения профориентационных вопросов. И оно необычное. Почему фиджитал? Потому что оно физическое, можно войти в состояние взаимодействия, а также оно интерактивное в плане IT-технологий. Это QR-коды, которые расположены, они переводят именно на ту выбранную информацию, которая связана с профориентацией, с видением будущего и осознанием себя в этом будущем. Люди старшего возраста с интересом поучаствовали в тренинге, отметив, что умное пространство станет важным звеном профессионального самоопределения детей и подростков. В школе это уже не первый раз, но вот эту всю интересную стену вижу впервые. Ну, конечно, хочу сказать, молодцы те, кто это организовал, не встречу нашу во-вторых, а этот стенд – это во-первых. Ну, дети, конечно, должны развиваться. Добавим, что в рамках профориентационной работы педагоги школы также организуют для ребят экскурсии в различные организации, библиотеки, где проходят тематические мероприятия. Кроме того, для учащихся с 6 по 11 классы еженедельно проводятся профориентационные занятия «Россия – страна горизонтов». Александр Прискач, Дмитрий Слепенков из Белоярского. Специально для телекомпании «Югра».